Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала Сад Чудес. И сегодня я вам покажу последних 9 сортов помидор, которые я посадила. Они взошли, все, конечно, по-разному и подвытянулись, хотя всегда стоят под фитолампой. Видно, все-таки солнышка мало, и все равно они хотят, чтобы светило солнышко. И все, конечно, к этой фитолампе тянутся. Звезда Сибири взошли хорошо. Как 5 посадила, так 5 и взошли. Ну, конечно, вот видите, некоторые есть маленькие еще зернышками на конце, 2 сильненьких. Фенда. Было 3 зернышка, 3 зернышка, они и взошли. Французская линия. Только 3 зернышка были. Лев Толстой. Ну, вот они, видите, все еще пробиваются. Вот 3 хорошо взошли, а остальные еще пробиваются. Банановые ноги взошли все хорошо. И, в общем-то, дружно взошли. Но фирма Партнер, она, конечно, вот все-таки такая с хорошей схожестью. Работают над этим, конечно, они. Так, а это у меня медовый салют. 4. А сколько было, сейчас посмотрю. Было 10. Значит, я опять должна была посадить. Одно зернышко еще не взошло. У медового салюта. А это, вот этот медовый салют. Это банановые ноги. Вот они хорошо взошли. А вот зефир в шоколаде, видите, такие темненькие помидоры, очень плохо всходят. Вот только вижу один. Из пяти, наверное, сейчас посмотрю, сколько тут. Да. Из пяти вот только проклевывается один. Видите, схожесть у семян очень слабая. Вот как экзотика, так начинается. И с другой стороны. Вот бычье сердце взошло 4 штучки. Тоже не все взошли. Вот одно семечко не взошло. Дальше следующий вот король Лондона. Только почему-то пока взошло 3 зернышка. Еще два зернышка не взошли. Которые такие огромные, прям большие. До 800 граммов. Здесь 0,5 граммов. Зернышко в пять я должна была посадить. Ну вот видите, только три взошло. Ну все остальные, если взойдут, то уже будут слабенькие. И цунами. Тоже не взошло, наверное, два зернышка. Они, конечно, то, что взошли, хорошие. А вот. Ну, в общем, нормально. Я сажала, конечно, с избытком, чтобы было, чтобы отсортировать. Если что мне будет, не нравится. В общем, все хорошо взошли. Маленькую петуню, которая щеткой взошла, я решила пересадить вот такой маленькой. И делаю я это. Видите, как бороздки сделала. Беру зубочистку. Разложила их. И вот так вот зубочисткой, но только очень осторожно. Вот так туда их потихонечку в землю. Только очень-очень осторожно. Потому что стволики у них очень тонкие. И вот так вот немножечко землей присыпаю. Видите, как они? По крайней мере, им теперь свободно. А то им вместе было очень тесно. Занимаюсь просто ювелирной работой. И зубочисткой вы только не в стебелек нажимаете, а на корешок. И туда его поглубже проталкиваете. Вот так. И туда поглубже его. Видите, так потом подправите. Чтобы он на земле там не лежал, ничего. Все подправьте, пожалуйста. Потому что иначе можно загубить. Петунью, которую я рассадила, Это вот петуни Дольчевита. Семян было много. Я их просто посеяла. Они взошли щеткой. И стали мешать друг другу переплетаться. И я решила их маленькими еще пересадить. Что получится, покажу через некоторое время. Просто малюсенькие. И убрала их в парничок. Под крышечку. В парничке. Около фитолампы они стоят у меня. Все хорошо. А вот другие вместе с ними посажены. Видите, я редко посадила. И все хорошо. Лобелия взошла. Хоризонтемка вошла индийская. Львинезев тоже стеной стоит. Надо его пересаживать. Но я его пересаживаю кучками. Не по одной. Всегда кучками. Мне это нравится. И получается очень хорошо. И лобелию я тоже кучками буду сажать. Тоже все хорошо получается. Сажаю уже много лет так. Перчики мои. Знатный толстяк. Звезда Востока. Иванда Марья. И самоцветы. Подросли. Уже можно сказать большие. И я решила подсыпать к ним землю. Потому что еще место есть. И они уже очень высокие. Сейчас подсыплю земли. Им будет немножко полегче стоять. Шикарные листва, конечно. Шикарные перчики. Перчики полила. Подсыпала земли. И сейчас они уже не гнутся. Но через некоторое время, наверное, придется их пересадить в более глубокие емкости. Перчик какой хороший стоит. Все четыре. Стеллажик мне очень нравится. Я каждый раз об этом говорю. Но очень нравится. Очень вместительный. И очень хорошо себя растение в нем чувствует. Все растет. И уже перчик вообще высокий. А на улице у нас сегодня опять зима. Опять мороз. Небольшой. Но все равно холодно. Ветер. Всего доброго, мои друзья. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Пока-пока-пока.